Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который задаёт пользователь по имени Валентина. Валентина пишет о том, что мужчина постоянно ставит её на второе место, встречается с ней урывками и очень легко может отложить встречу ради, например, встречи с другим человеком, другом, из-за чего или не приходит вообще, или приходит на 23 часа позже. Валентина говорит о том, что у неё есть ощущение, что мужчина встречается с ней тогда, когда удобно ему и при этом исключительно ею только пользуется. Сама Валентина говорит, что отношения с мужчиной у неё чисто в интимной сфере и просто она его не может как раз таки из-за того, что ей все нравятся в этой интимной сфере, но в то же время она спрашивает, как его перевоспитать и почему он так себя ведёт. На мой взгляд, здесь у вас, Валентина, происходит такое тотальное смещение фокуса вашего внимания. Вы говорите, что у меня с мужчиной как бы не серьёзные отношения, чисто секс, но с другой стороны вы говорите о том, что хотите его перевоспитать, чтобы он был удобным для вас. А вот вопрос, который здесь, на мой взгляд, уместно поднять, будет звучать таким образом. Для чего мужчине меняться? То есть зачем ему меняться? То есть да, давайте предположим, что вы хотите его перевоспитать, да, и как бы можете это сделать. Ну в смысле можете его перевоспитать, хорошо. Чтобы он перевоспитался, нужно, чтобы мужчина что-то принял от вас, да, чтобы он действительно согласился с вами. Ну например, чтобы он согласился с тем, что вас нельзя ставить на, допустим, на второе место, да, вот. Или он согласился с тем, чтобы не приходить к вам, когда удобно ему, а приходить к вам, когда удобно и вам, с твоей же. То есть иными словами, чтобы он согласился с тем, что нужно договариваться там. И вот вопрос, для чего ему сейчас это все делать? Вот при условии, что у него уже есть позиция, которая ему комфортна, которая ему хорошо, которая его, очевидно, устраивает, зачем ему что-то меня менять? Именно ему зачем менять? Зачем это вам, это понятно, а зачем ему менять? Вот вы можете себе объяснить этот аспект. Следующее, на мой взгляд, противоречие заключается в том, что по вашему описанию вы выстраиваете отношения, мягко говоря, не самые серьезные. То есть вы выстраиваете отношения, основанные чисто на сексе. Ну вряд ли это можно назвать серьезные отношения. При этом вы человека хотите перевоспитать, переделать. И вот не кажется ли вам, что здесь есть некоторое противоречие, но если у вас не серьезные отношения, то никто никому ничего не должен и встречаемся просто пока друг другу хорошо. А перевоспитание это уже более глубокая работа, это уже более серьезное такое взаимодействие, более полное, более близкое на эмоциональном уровне взаимодействие двух людей, где я отношусь к тебе с уважением на личностном уровне. Как бы, где я отношусь к тебе с уважением именно на эмоциональном, на психологическом уровне. Когда люди встречаются, как бы, ради развлечения, ради хорошего времяпровождения, на мой взгляд, элемента вот этого элемента. То есть, ну вот, элемента, ну такой, ну можно сказать, да, элемента серьезности, ну его нет просто, этого элемента. Его просто нет. Откуда он может взяться этот элемент? Но, понимаете, как, понимаете, какой, какой аспект здесь, эм, как бы, ну, замешан, по сути дела. Вот. И вот вам нужно как раз таки себе ответить на этот вопрос. А я те ли отношения выстраиваю, которые я хочу? Не обманываю ли я себя в том, что мне вот только секс-то нужен? Может быть, я только, эм, как бы, сексом защищаюсь от, эм, ну, возможно, например, перспективы сблизиться с человеком? Понимаете? Кашбук. То есть это в данном, ну, в данном случае это вот не так, не так все, как мне кажется, очевидно. В данном случае, как мне кажется, не так все это, эм, однозначно и просто. Вот. Особенно, если вы не очень понимаете, чего вы хотите. Поэтому я бы здесь обратил ваше внимание именно на то, насколько вы внимательны к самой себе. Вот. Насколько вы внимательны к тому, что в целом с вами происходит. То есть насколько вы вот, ну, отдаете себе отчет, да, вот в том, э, как бы, э, куда вы движетесь. Ну, я имею в виду, вот, э, 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 ну, с другим, э, человеком. Вот. Это важно, потому что, э, э, здесь вы, э, э, демонстрируете не, 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 некоторую э, э, дихотомию. То есть, э, что такое, что, что такое дихотомия в данном случае? это взаимоисключающие полярные мотивации, ну, взаимоисключающие друг друга полярная мотивация. Вот. Понимаете, да? И вот, соответственно, на мой взгляд, вам нужно с этим в первую очередь для себя разобраться. И уже дальше смотреть, вот, как бы, ну, вот, в направлении того, да, от чего я хочу дальше, вот. И тот ли человек рядом со мной находится, который, вот, ну, как-то реально может мне дать то, что я хочу. Потому что, ну, вполне вероятно, что, ну, мужчину вы выбираете несколько не того, который может удовлетворить вас, который может дать вам то, чего вы хотите. Вот какой-то такой ответ мне бы хотелось вам сейчас с точки зрения психологии предложить. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Она. Обратная связь нужна в первую очередь для выстраивания, для формирования, для формулирования, базовых постулатов для психотерапии, то есть чтобы вы вот на основании обратной связи вот как-то выделили, выявили то, какую проблему вы хотели бы решить с психологом. Так? Ну, как бы, здесь, я надеюсь, всё более-менее понятно и более-менее, ну, как бы очевидно. Вот. Я на это очень сильно надеюсь. Вот. Ну, а если вы, если так вышло, что он, если так вышло, что он, вы не согласны, с тем, что он, я, например, сказал, да, если так вышло, что вы считаете, ну, по-другому как-то, вот, то в таком случае способы решения проблемы, наверное, вам придётся искать какие-то другие. Вот. Но уже, скажем, он вне психологического контекста. Вот. Удачи вам ещё раз, всего самого доброго. Желаю вам уверенности в себе. Обращайтесь за помощью.